Те, которые делись, условно говоря, до 1991 года в школе, были ознакомлены с образцово-показательной биографией Владимира Ильича Ленина. Все мы знали истории и про чернилицу из хлебного мякиша, и про Ленина, и бревной, и про то, что супругой Ульянова была Надежда Константиновна Крупская. Ленин для нас, школяров, был кем-то вроде литературного персонажа, идеального героя. Какой же на самом деле была жизнь вождя мирового пролетариата? Что происходило в его личной жизни, о которой не рассказывал ни один учебник? Об этом и решил поразмышлять режиссер Роман Габриа, поставив спектакль «Любовь и Ленин». На премьере побывала Елена Боброва. В России комментировать людей во власти – старая добрая традиция. Жизнь их превращается в житие, куртуазные подробности стыдливо опускаются. Вождь мирового пролетариата мог обладать кудрями, а потом кепкой, мог мечтать, прячась в шалаше, лишь о революции, о чем жителям одной шестой суши доходчиво рассказывал кинематограф. Тут один недостаток. Комары? Их особенно много по ночам. Да нет, не то. Нельзя работать по ночам, вот что худо. Ему поклонялись, потом проклинали. Он был то другом всех трудящихся на земле, то маньяком власти, то мессией, то параноиком. По-настоящему идол впервые превратился в человека беззащитного, страдающего в фильме Александра Сокурова. Но если Гитлеру у того же Сокурова повезло быть рядом с дебелой красавицей Евой Браун, то рядом с Лениным лишь нелепая, бестолковая Крупская. И вдруг театр-мастерская взялся за тему «Ленин и эротика» на фоне парижской эмиграции. Режиссер Роман Габриан писал и поставил пьесу о взаимоотношениях Ленина и двух его женщин, жены Надежды Крупской и подруги Инессы Арманд. Такую обстановку многие не переносили, сходили с ума. Молодая команда отнеслась ответственно к знакомству с вождем мирового пролетариата. Даже совершила паломничество в горке. Энергетика от вещей, которые разрешили посидеть в кресле, вот в этом знаменитом, конечно, с трепетом. И каждый скрип отдавался. Ну а что дало? Подышать этим воздухом, посмотреть эту атмосферу. Но именно к спектаклю это мало что дало, потому что там он провел последние годы своей жизни, а у нас абсолютно другой период. Обвинять Ленина можно во многих смертных грехах, но не в стяжательстве. На сцене мы видим аскетический быт эмигрантской Читы, сарифмованный с железной дорогой. Ведь Владимир Ульянов с Надеждой Крупской кочевали по заграницам в 16 лет. Партийная деятельность осталась у Габриэла за бортом. Его герои – самые обычные люди, которые спорят, выпивают, играют в карты, танцуют и влюбляются. Ленин – это максимально неудобная вещь. Вот как в процессе спектакля мы поняли, его вообще никто не любит. То есть мы не нашли солидарности в том, что кто-то о Ленине отзывается хорошо. Сразу как бы «Ленин, вообще, кому это надо? Что это за человек?» А любовь – это созидательная структура. Поэтому сразу конфликт строится на том, что максимально неудобный человек, Ленин, в таких условиях, обстоятельствах любви, это уже парадокс сам по себе. Конечно, испытываешь странные чувства в попытке осознать, что человек, перевернувший мир, как гимназист, страдал от любви. А главное – обожали и его, еще не фигуру, облеченного властью, а невзрачного, присяжного, поверенного, безнадежного политэмигранта. Добрейшей души человек Надежда Крупская все знала, но любила и прощала. И даже спустя 10 лет безуспешно просила захоронить останки мужа вместе с прахом его любимой женщины. Закрадывается вопрос, а что если бы, поменяв Наденьку на Инессу, не променял бы Ульянов революцию на тихий, уютный быт? Мечта у него была, мысли о детях у него были. То есть и боль эта осталась у него на всю жизнь, и у него, и у нее. Значит, этот вопрос стоял, а дальше мы можем только представить себе, если бы ему Арман, допустим, родила детей. А это меняет человека. Если бы Гитлера приняли в Академию художеств, если бы Ленин стал отцом, если бы... История не знает сослагательного наклонения, но она иногда меняет ракурс. И после спектакля Габрия для многих зрителей двухмерная фигура вождя обретает объем. И только свербит вопрос, как этот милейший человек смог подписывать смертные приговоры. Субтитры создавал DimaTorzok